На Украине, в Киеве, ракета прилетела прям в жилой дом. А у российских блогеров большие проблемы, ведь они могут полностью лишиться своего дохода, своей зарплаты. А также обсудим Дашу Корейку, которая ничего не останавливает и она планирует дальше делать свои операции. И Ивангай, на которого до сих пор льется куча хейта и другие блогеры уже против него. Ну а прежде, прежде чем мы начнем, посмотрим на парочку ваших комментариев из прошлого выпуска. В общем, всем привет! Это Ютубчик АВО. Расскажем тебе, кто кого и чего. А ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! Жуткие кадры. Ракета прилетела прям в жилой многоквартирный дом в Киеве, представляете? Но вроде как никто не пострадал. Именно этим роликом поделился один из блогеров Ян Гордиенко, который отметил то, что ранее он сам жил, можно сказать, по соседству, недалеко от этого места. Но самое страшное, то, что эти обстрелы продолжаются и с одной, и с другой стороны, а страдают мирные жители. Хотя на телевидении, что на Украине, что на России, говорят, что жертв почти нет. Но как? Как их может не быть, когда такие ракеты летают над головами у обычных людей? Все российские блогеры находятся в опасности. В опасности в плане своего финансового дохода. Дело в том, что исходя из ситуации России и Украины, YouTube и Instagram под большим-большим вопросом существования в Российской Федерации. А это говорит о том, что все блогеры, которые зарабатывали на монетизации, на рекламе, могут лишиться полностью своего дохода. А учитывая то, что многие из них в своей жизни больше ничему не научились, то у них будут большие проблемы. По крайней мере, нужно будет чему-то учиться и идти работать. И именно поэтому многие блогеры начали переводить свою публику, своих зрителей в Телеграм. Лично я очень надеюсь на то, что все будет хорошо, то, что война закончится и все друг с другом подружатся. И именно поэтому я прошу вас подписаться не на Телеграм, а на Инстаграм, потому что я верю в то, что он будет жить. Многие россияне смеялись над Моргенштерна, когда его выгнали из страны. А теперь, в свою очередь, он смеется в обратную сторону. Ведь дело в том, что, как оказалось, у него там все хорошо. И он очень рад тому, что карты так сложились, и он уехал в нужное время, когда в России и Украине война, а его она абсолютно не трогает. А тем временем, несмотря на военную обстановку, на военную ситуацию, Даша Корейко не останавливается и продолжает менять свое тело, делать операции. По крайней мере, сейчас планируется операция на нос. Ну а далее, как вы помните, она планирует избавиться от... от того самого, то, что находится у нее. Да, именно там. По крайней мере, как она отметила, жизнь продолжается, и не стоит обращать внимание на все происходящее в округе. Нужно двигаться к поставленным перед собой целям. После слов Ивангая, то, что русские жители являются терпилами, на него посыпалась куча хейта, и сами блогеры тоже подключились и начали говорить слова против него. Вот, например, что сказал Фогель. Чувак говорит, вы терпилы, вы молчаливые слабаки, там. Где ты был последние 8 лет? Я знаю, где ты был. Ты катался по миру, вот что ты делал. Поэтому мне тебе точно говорить. Когда у тебя люди спрашивают, как ты относишься к этой ситуации, что ты ответил? Ты сказал, ну там надо разобраться. И ведь это действительно был очень глупый поступок со стороны Ивангая, учитывая, что его смотрят в основном дети и подростки, которые в принципе никак абсолютно не могут повлиять на правительство, на руководство и так далее. Неужели он правда думал, что после его речи все школьники возьмут оружие и пойдут на Кремль? Ну а что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, а также поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!